Встреча с Георгием Плеев Перемены во дворце Цхинвальской эфемиды. Отставка судей Верховного суда Илона Хугаевой принята. Тот самый 37-й. Сот недостойных мужей. Цвет нации и интеллигенция были уничтожены, но остались на страницах истории. Встреча с Георгием Плеев Во дворце правосудия отказались от комментариев по поводу отставки Верховного суда. Согласно процедуре отставку Хугаевой должен утвердить парламент Южной Осетии по представлению президента республики. Председатель Верховного суда Илона Амировна Хугаева подала в отставку. Подала в отставку по собственному желанию. Письмо не дал его на стол президенту и президент в полном соответствии с законом переслал его в парламент. Закон о отставке или назначении Верховного суда принимается на сессии парламента. Сессия парламента состоится 24 числа и этот вопрос будет выяснен на сессию парламента. Если простое большинство из общего количества депутатов проголосует за отставку Илона Амирова, то она будет принята. Напоминаем, Илона Хугаева возглавил Верховный суд республики в декабре 2012 года. Южная Осетия на государственном уровне отметит тысячестолетие Крещения Алании в 2022 году вместе с Россией, заявил президент республики Анатолий Бибилов. Цитата. Тысячестолетие Крещения Алании будет широко отмечаться не только в России, но и в Южной Осетии. Это значимая дата, которая подчеркивает одновременно и путь, который был избран Аланами, и факт единства народа. Принимая Крещение, Аланы не делились на северных и южных, западных или восточных, сказал Бибилов. Часть наших предков приняли Крещение еще раньше, в первом и втором веках нашей эры. Но 11 веков назад христианство стало осознанным культурным и цивилизационным выбором практически всех жителей Аланского государства, отметил он. Президент Анатолий Бибилов выразил благодарность главе Российского государства за внимание к этой дате. Напоминаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился отпраздновать на государственном уровне в 2022 году тысячестолетие Крещения Алании. Продолжаем выпуск. Великий и ужасный грипп. С наступлением холодов риск простудных заболеваний увеличивается. И все чаще встает вопрос, как же себя обезопасить от нежелательных последствий. Ставить прививки или все же нет. На этот вопрос каждый отвечает сам. А как у нас в республике проходит процедура вакцинации от гриппа, выясняла наш корреспондент Ирина Битьева. С наступлением осени мы все задумываемся, как обезопасить себя от гриппа и простуды. Медики советуют, кроме правильного питания и закаливания организма, все же не пренебрегать вакцинацией. Особенно это касается людей с ослабленным иммунитетом. Ведь больше всего вируса подвержены дети и люди преклонного возраста. Для детей в нашей республике ежегодно проводится бесплатная вакцинация против гриппа. По мнению специалиста, в октябрь самое время, когда необходимо делать прививки, чтобы вакцина могла подействовать к моменту начала эпидемии вируса. И вот уже четвертый день проводится вакцинация учащихся в средней школе номер два. Вакцинация против гриппа проводится у нас в республике, как во всем, по всей Российской Федерации, так и у нас в республике ежегодно. Иммунопрофилактика сейчас проводится с обе гриппа. Вакцина выпущена Российским научно-исследовательским институтом. Она инактивирована, без побочных действий. Единственное противопоказание медицинское – это аллергия на курение яйца, потому что вакцина сделана на курином эмбрионе. Бывают побочные явления, они обычные, в смысле нормальные. Такие побочные явления – это болезненность, припухлость, может быть, и небольшая красная реакция. Это для всех вакцин характерно. К состоянию здоровья ребенка нужно отнестись с особым вниманием. Врач предварительно проводит осмотр детей, измеряет температуру, и после необходимых процедур проходит сама вакцинация. По словам врачей, с каждым годом все меньше желающих делать прививку от гриппа. И этому во многом способствуют слухи, которые передаются по сарафанному радио. Вакцинация не убережет от самого заболевания, утверждают скептики. Возможно, не убережет, но после прививки болезнь будет протекать без серьезных осложнений, утверждают врачи. И в этом предназначение вакцины. Многие из ребят уже не первый год проходят вакцинацию. Семиклассник Замбулат Габараев вместе с одноклассниками пришел в кабинет медсестры, чтобы и в этом году привиться от коварного вируса. Я и в прошлом году делал вакцинацию и не заболел. В этом году тоже решил сделать вакцинацию. Прививки от гриппа будут проводиться во всех школах. Но что касается детей дошкольного возраста, то их будут прививать в детской поликлинике после осмотра участкового врача-педиатра. Прививать ребенка от вируса гриппа или нет, каждый родитель будет решать сам. Ирина Битева, Ринат Медоев, информационный выпуск сегодня. Большой террор. Именно так сегодня называют политические репрессии 37-38 годов прошлого столетия. Репрессии в СССР затронули и Южную Осетию. Представители интеллигенции не только по разным в большинстве своем надуманным причинам были подвержены преследованием. Многие истреблены. Южная Осетия, пережившая немало бед, смогла пережить и это. Естественно, не бесследно. Страницы истории, сохранившие жестокость давно минувших лет, пролистал и мой коллега Сергей Кучьев. Трудно представить себе человека, старше 30 лет, который бы не знал понятия 1937 год. Конечно, люди разные. В зависимости от своих политических пристрастий, от уровня знаний, интересов, трактуют это понятие по-разному. Даже историки на сегодняшний день не имеют единодушного мнения о событиях 1937-38 годов. Считается, что большую часть репрессированных составляли видные члены Коммунистической партии, хозяйственники, военные и интеллигенции. Однако расстрелы и заключения в лагеря обрушились по меньшей мере на 1 миллион 600 тысяч человек. 780 тысяч из них, по официальной статистике, были расстреляны. Речь идет всего лишь о двух годах нашей истории. Из этого огромного количества людей, в лучшем случае, около 100 тысяч человек относились к числу комсомольцев, партийных деятелей или просто членов партии. То есть, достаточно незначительный процент людей среди жертв террора составляли так называемые номенклатурные работники, известные в стране деятели. А основную массу жертв террора представляли родовые граждане. Репрессии оставили в народной памяти Южной Осетии глубокий и трагичный след. Точное число репрессированных не установлено. Известны пока фамилии более 400 человек. Подверглись репрессиям Южной Осетии, разумеется, не только осетины. В списках пострадавших представители разных национальностей. Русские, евреи, армяне, грузины, греки. Тем не менее, 90% репрессированных были осетинами. Обращает на себя внимание и то, что среди репрессированных со средним и высшим образованием подавляющую часть составляли осетины. В число репрессированных в Южной Осетии попадали коммунисты, состоявшие или симпатизирующие партийные оппозиции. Граждане, ранее состоявшие в партии меньшевиков и эссеров. Бывшие богатеи и кулаки. Священнослужители. Граждане, недовольные повальной коллективизацией и укоренившейся уравниловкой и бедностью. Представители интеллигенции, высказывающиеся критически в отношении советской власти. Впрочем, в последнюю категорию попадали и рабочие, и крестьяне. Часть арестованных и расстрелянных оставляли люди, которые боролись за объединение Осетии. В репрессии 1937 года оставили очень тяжелый след в памяти нашего народа. Последствия были страшные. Только по тому списку, который сейчас имеется в политическом архиве нашего главного архивного управления, этот список насчитывает 373 человека. Пострадали мы, конечно, ужасно. И я думаю, что сегодня наш моральный и научный долг исследовать эту трагическую страницу нашей истории с тем, чтобы понять, что это было и как сделать так, чтобы этого больше никогда не повторилось. Сергей Кочиев, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Российский государственный университет имени Сергуар Женикидзе готовит специалистов-геологов практически по всем направлениям геолого-разведочной отрасли. Узыграет ведущую роль в определении стратегии совершенствования высшего геологического образования, решении ключевых проблем горной науки. Это авторитетное учебное заведение приглашает выпускников наших школ на учебу. Все желающие сейчас еще могут надумать получить престижную профессию, ведь инженеров-геологов университета знают во всем мире как первоклассных специалистов. Университет имени Сергея Орженикидзе предлагает нашим выпускникам получить заочное, именно заочное образование по некоторым направлениям подготовки. Данный ВУЗ подал свою заявку нам еще летом. Мы подавали объявление в средства массовой информации, но, к сожалению, никто не откликнулся на наше объявление. И мы решили вторично, потому что здесь есть специальности, которые, скажем так, у нас много было желающих, особенно по направлению подготовки магистратуры в этом году, на экономику, строительство. Много было желающих поступить, и, к сожалению, у них это не вышло. Институт выпускает специалистов по разным направлениям. Это и прикладная геология, и экономика, менеджмент и строительство. Всю подробную информацию абитуриенты могут найти на сайте института или через Министерство образования Республики Южная Осетия. Ну а теперь переходим к новостям спорта. Бой между обладателем титула IBF в первом тяжелом весе Осетином Муратом Гассиевым и бывшим чемпионом мира Поляком Кшиштофом Володарчиком будет транслироваться 21 октября в 5 часов 30 минут утра по московскому времени в кафе Винченца. Фанаты, ярые болельщики, друзья и близкие изъявили желание провести коллективный просмотр боя. Но главным инициатором проведения трансляции выступил Альберт Валев, президент Федерации бокса Южной Осетии. Бой пройдет в рамках четвертьфинала Всемирной боксорской суперсерии. Это будет первая обязательная защита чемпиона. Гассиев сегодня считается вторым лучшим боксером в первом тяжелом весе по версии сайта бокс-реки журнала «Кафе будет работать с половины шестого до восьми часов. Несмотря на то, что бой будет в Америке поздно вечером, мы его будем транслировать рано утром. Желающий добру пожаловать, чашечка кофе от заведения бесплатно». И все же наши спортсмены лучшие. Юные угостинские боксеры вполне успешно идут по стопам наших известных во всем мире борцов. В Курской области состоялись соревнования по боксу, где они бились за право принять участие в турнире «Переходная Россия». Об очередном и уж точно не последнем успехе наших спортсменов расскажет наш корреспондент Стелла Бязрова. Вадим Джоев, Эдуард Кукоев стали призерами всероссийского дворочного турнира по боксу, который проходил в городе Льго в Курской области. Сюда съехались юные спортсмены со всех уголков России. За право бороться на турнире «Переходная Россия» который будет проходить этой зимой, боролись спортсмены возрастной группы от 12 лет и старше. Начинающие спортсмены Вадим Джоев, который стал победителем турнира, и Эдуард Кукоев, ставший серебряным призером, представляли Республику Северная Осетия. Тренерами спортсменов являются Алан Чехоев, Азамат Плеев, Мурат Кукоев, Алик Тедеев и Чермин Бестаев из детско-юношеской школы спорта «Клуб Ирон». Из Осетии выступили семь спортсменов. Из них первые места заняли три боксера. Серебряными призерами стали двое и одно третье место. Как отметил тренер Вадима Джоева Алан Чехоев, всего у него было два боя. Первый бой он выиграл у боксера из Санкт-Петербурга в трехраундовом поединке. Во втором финальном бою Джоев встречался с сильнейшим боксером, чемпионом мира из Московской области. Вадим показал себя очень уверенно и по итогам результативного поединка он одержал победу над титулованным соперником и занял первое место. Победителем империи создал боксер Красного Лауна Джоев Алан Чехоев. Тренер отметил, что их пригласили и на турнир Пивоварова, который будет проходить в Санкт-Петербурге. Они с удовольствием примут участие в нем, если им будет оказана соответствующая материальная помощь. Он также отметил, что молодые боксеры тренируются в новом уютном и теплом зале и заверил, что в этом зале они вырастят выдающихся боксеров. Тренер неизвестен. Не забыл поблагодарить директора предприятия хлебобулочных изделий Вадима Схавребова и бизнесмена Нукзара Хитагурова за оказанную им финансовую помощь. Молодые ребята по всей республике не раз занимали призовые места на всероссийских и международных турнирах. Стелла Бязарова, Азамат Кудзев, информационный выпуск сегодня. Ну и наконец настало время узнать прогноз погоды на завтра. В Знаурском районе ясно дрем температура воздуха плюс 14, ночью плюс 7. В Завском районе тоже ясно дрем 17 градусов тепла, ночью плюс 11. В городе Квайса ясно дрем плюс 15, ночью плюс 10. В Ленигорском районе ясно днем плюс 16, ночью плюс 11. В Скинваре ясно днем плюс 19, ночью плюс 12. И сегодня после вечерних новостей с Ириной Габараевой смотрите специальный репортаж нашего корреспондента Валентины Мчабьевой. Это были все новости к этому часу. До свидания. Продолжение следует.